Всем привет! А мы движемся дальше. Не знаю как у вас, а у нас уже яркая осень, богатая на краски и чувства, дарящая нам особенное восприятие окружающего мира. Осень это необыкновенное время года, время теплых объятий, горячего ароматного кофе или чая, мягкого пледа и интересных встреч чудесами. Сегодня мы хотим вас порадовать небольшой частичкой незабываемых моментов этой осени. И такими особенными поводами для нас стали новые продукты, первые пилотные партии новинок для красоты и здоровья. Не ошибусь, что первая представленная мною новинка особенно заинтересует тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, но также и тех, у кого есть запрос на густые, здоровые и роскошные волосы, а также тех, кто видит по утрам свои волосы на расческе, а не на своей голове. Да, представляю вам биостимулирующая сыворотка для предотвращения выпадения и возобновления роста волос. Эффективность обоснована комплексным действием пчелиного яда, трепептида меди и апифитокомпонентов, способствующих активизации волосяных луковиц и росту волос. Чем продиктован такой интерес к достаточно узкой теме и проблеме выпадения волос? Оказывается, не все так просто. Знаете ли вы, через некоторое время, приблизительно через 1-2 месяца после появления симптомов современной вирусной инфекции, 25% выписавшихся пациентов жаловались на выпадение волос. С чем это связано? Причины могут быть разные, но чаще всего вызваны эмоциональными переживаниями пациентов, сильнейшим стрессом, гормональной терапией, которая также используется сегодня в схеме лечения вирусной инфекции. Что же делать и как помочь организму и волосам в первую очередь? Как предотвратить выпадение волос? В отличие от мужчин, выпадение волос у прекрасной половины человечества не носит локального характера в виде появления объемных лысин. Как правило, заметное поредение волос охватывает всю поверхность головы. Причины потери волос у женщин связаны с состоянием здоровья и неблагоприятным воздействием наружных факторов, стрессов, нарушенной экологией, радиацией, бесконтрольного приема медикаментозных препаратов. Когда же бить тревогу? Нормальным считается выпадение 100 волосков в день. Это, конечно, при желании возможно подсчитать, но следует учитывать, что волосы остаются не только на расческе. Приблизительно половина оседает на одежде, подушке или падает на пол. Поэтому если при расчесывании вы теряете 100 волос, это уже перебор. К этой официальной цифре лично я отношусь достаточно скептически, потому что у одного человека 50 тысяч волос на голове, а у другого 150. Следовательно, и норма выпадения должна разниться втрое. Скорее всего, следует ориентироваться на собственные наблюдения и бить тревогу при появлении повышенного выпадения волос. Что чаще всего начинают делать в этом случае? Конечно, втирать в кожу головы разные масла, настои, маски, делать массаж головы. Кстати, о массаже головы. Массаж головы способен предотвратить облысение. С научной точки зрения данное утверждение еще никем не доказано. Сторонники массажа уверяют, таким образом к луковице волос попадает больше питательных веществ. Ну и что? Эксперты считают, что массаж головы в большей степени оказывает антистрессовый эффект и эффект плацебо. Что и приводит к положительным результатам для некоторых, но не для всех, его почитателей. Все средства хороши, но требуют времени, усилия и терпения. До недавнего времени считалось, что потеря волос необратима. Исследования Креновской лаборатории в Италии и Хельсинского университета доказывают, что волосяная луковица не умирает и в большинстве случаев можно снова естественным путем вырастить свои волосы. Поэтому выход всегда есть. И постковидная лапеция не приговор, а временное выпадение волос. Затормозить временное выпадение волос – это задача нового продукта. Биостимулирующая сыворотка для предотвращения выпадения и возобновления роста волос. Это результат совместного труда научных работников Тинториум и новосибирских ученых. Современный инновационный продукт на натуральных компонентах. Это уникальная разработка на стыке новейших научных открытий и вековых традиций. Сыворотка стимулирует появление новых волос и останавливает выпадение волос, укрепляя волосяные луковицы. При регулярном использовании снижает шелушение кожи головы. Об особенностях создания нового продукта поговорим с автором и разработчиком уникальных рецептур, кремов, масок, скрабов, пилингов, сывороток и других продуктов, автором совместных научных работ с факультетом естественных наук Новосибирского государственного университета Килевым Сергеем Николаевичем. Сергей Николаевич, доброго времени суток! И первый, и, пожалуй, один из самых важных вопросов к вам. В чем уникальность состава биостимулирующей сыворотки? Добрый день. Предлагаемая сыворотка состоит из дополняющих друг друга комплексных активов. Это пчелиный яд и трипептид меди. Помимо этого еще будут необходимы ингредиенты. Я о них скажу ниже. Пчелиный яд содержит раздражающие вещества, которые стимулируют кровообращение волосяной луковицы, тем самым лучше снабжая ее питательными веществами и обеспечивая дыхательные процессы. Также там содержатся незаменимые аминокислоты. Да, значит, к стимулирующему эффекту жизнедеятельности кофеин есть в комплексе добавлен, в пчелином яде, мелетин. У мелетина тоже два основных действия. Первое – это энхансер способствует проникновению и компонентов пчелиного яда, а также трипептидомедий, которые будут в этой же сыворотке, тоже также участвуют. И второе – она обладает комплексом противомикробным действием. Я имею в виду мелетин. Трипептид меди. Он состоит из ионов меди, которые связаны, конъюгированы с аминокислотами в такой форме, так называемая хилатная форма. Ионы меди проникают к ферментам луковиц и обеспечивают их коферментам ионам меди. Ион меди необходим для многих ферментов, но в частности и особенно – это супероксид дисмутаза – фермент с мощным айтиоксидантным действием. Это очень тоже важно. Помимо меди, сам трипептид – это сигнальная молекула, которая побуждает клетки к делению, к размножению, активирует их жизнедеятельность. В состав входит основной белок, из которого стоит белок, кератин, в фрагментированной форме. В фрагментированной форме он легче проникает и может использовать для построения кератина волоса. И также аминокислота урин. Туорин – это серосодержащая кислота, а сера нужна для того, чтобы дистульфидные мостики образовывать в цепях кератина, тем самым делая волос упругим. Это как бы необходимы составные ингредиенты. Из продуктов пчеловодства в состав сыворотки входит прополис. Это тоже сложное вещество, у которого много положительных воздействий на клетки кожи головы. Отметим главное. По сути дела, это переработанная пчелами смола почек растений и обладает комплексом противомикробных свойств – антивирусная, антигрибковая, антибактериальная. Снижая микробную нагрузку на клетки кожи головы, мы дадим возможность развиваться в более свободных и оптимальных условиях. В состав входят масла. Масла необходимы для роста волос. Известно, что если волос масляной пленкой полностью не покрыт, он останавливается в росте. Но особенно мне хотелось бы подчеркнуть, что в данном случае мы используем высокотехнологичный продукт, ферментативно разрушенный до небольших фрагментов масла. Масла. Значит, масла здесь взяты барага, оливы, миндаля, льна. Почему? Ферментатированные до небольших фрагментов. Они легче проникают, глубже проникают, участвуют в клеточном метаболизме, в построении клеточных стенок. Ну и также обеспечивают необходимыми маслами, значит, рост волоса. В обязательном порядке, как во всех компетентных средствах, на мой взгляд, и в частности в этой сыворотке, присутствуют настои целебных трав. Это связано с тем, что, значит, наши предки, приматы, занимались собирательством, ели много вершков-корешков. Многие микронутриенты, условно говоря, для них стали лимитирующими факторами, необходимыми. Конечно, они из корови поступают, но поскольку мы перешли к прямохождению, и кожа головы снабжается немножко хуже, поэтому вот настои целебных трав. Чем руководствуются ученые и создатели косметических средств? Есть ли доказательная база по эффективности состава сыворотки? Доказательная база является доказанной эффективностью составляющих его частей. Это трипептид меди, во всем мире признанный актив, используемый для стимуляции роста волос. Много наблюдений о том, что пчелиный яд способствует росту волос. Насчет, я не говорил об этом, сейчас упомяну, значит, витамины группы В способствуют росту волос. Масляная часть необходима. И все вместе они дают синергичный ансамбль, всесторонне обеспечивающий рост волоса. И, наверное, очень такой прагматичный вопрос. Через какое время можно будет наблюдать результат? В зависимости от состояния кожи головы волосяных луковиц, это может быть от двух-трех недель до полутора-двух месяцев. Вот заметный результат. Ну, вы сами понимаете, что или можно чуть-чуть подстимулировать в живую луковицу, или если она возрастная, в плохом состоянии, тогда... Но эффект накопительный, и, значит, советуем, как не ждать мгновенного результата, так и не отчаиваться, при том, что сразу не будет там больной шевелюры. Но все равно все будет хорошо. Сергей Николаевич, вы достаточно давно на рынке косметических продуктов. Основные преимущества сыворотки перед аналогами? Сыворотка обеспечивает базовые процессы биосинтеза волоса. Вот, допустим, есть сигнальные пептиды типа капексил. Вот он дает сигнал к росту волоса. Но в нашем случае это комплекс и сигнал, и все необходимые вещества, обеспечивающие синтез волоса. Да, конечно, сейчас есть полисахариды, обладающие свойствами энхансера, и некоторые еще вещества, такие там хектозан, некоторые полисахариды, свойствами. Но как мелитин, такого эффективного энхансера нет. Кроме того, натуральное вещество еще обладает другими свойствами. Спасибо за внимание. Всего доброго. Сергей Николаевич, спасибо за исчерпывающий рассказ. И ждем с нетерпением новинки, биостимулирующие сыворотки. Это витаминный комплекс местного действия. Растительные экстракты помогают защитить и укрепить волосы, делая их более густыми и пышными. Прополис и белый мед помогают укрепить волосы, а кофеин помогает увеличить кровообращение. Все компоненты способствуют увеличению клеточной энергии и микроциркуляции на коже головы, создавая основу для здорового роста волос. Основное назначение продукта – средство активизирует волосяные луковицы, нормализует состояние кожи головы и укрепляет корни волос по всей длине. Для всех типов – против выпадения волос. И эффект – активизация роста. Продукт не требует смывания и подходит для ежедневного применения. Особенность этого продукта в том, что сочетается один из самых эффективных пептидов – пчелиный яд и растительные компоненты в составе. Удобный формат применения – это несмываемый спрей. Основные преимущества сыворотки активатора роста – это научно обоснованный концентрированный состав продукта. Он призван вернуть волосам густоту и объем в максимально короткие сроки и без особых усилий с вашей стороны. Простота использования – продукт, создан для финишного ухода, не требует смывания и наносится на кожу головы с помощью спрея и втирается легкими массирующими движениями. Не утяжеляет корни волос, не придает жирности или блеска, а обладает тонизирующим объемным эффектом. Поэтому в течение дня очень комфортно ощущать этот продукт на волосах и на коже головы. Способ применения. Ежедневно, утром и вечером распылять спреи на кожу головы, втирать в корни волос, не смывать. Сыворотка имеет накопительный эффект и зависит от типа кожи и ее физиологического состояния. Имеется также и противопоказание – это индивидуальная непереносимость компонентов. Смотрим видеоролик по применению новинки от Tentorium 2021 года. Здоровые волосы украшают человека в любом возрасте. Но постоянные цепноты и хроническая усталость, длительный прием лекарственных средств повышают риск активного выпадения волос. Без своевременной помощи и поддержки негативная динамика только усиливается. Как остановить выпадение волос, вернуть им силу и здоровый вид, стимулировать рост? Представляем биостимулирующую сыворотку для предотвращения выпадения и возобновления роста волос. Это витаминный комплекс местного действия. Любое средство, даже самое простое, требует грамотного применения, иначе эффект будет снижен. Сегодня мы расскажем и покажем, как правильно использовать сыворотку для роста волос, чтобы результат был максимально заметен и вам, и окружающим. Данное средство предназначено для кожи головы. Действующие вещества должны проникнуть в дерму и достичь волосяной луковицы. Нет необходимости использовать спрей по всей длине волос. Разделите ваши волосы на проборы, нанесите спрей на кожу головы, Легкими массирующими движениями распределите сыворотку на весь пробор. Повторите эту процедуру на всей поверхности головы. Для достижения максимального эффекта рекомендуем после нанесения средства укутать волосы полотенцем. Тогда влажность и тепло сохранится на более длительный срок, сыворотка лучше впитается, 20 минут достаточно. Смывать сыворотку не нужно. Для закрепления эффекта наносите средства утром и вечером от 1 до 3 месяцев. Регулярное нанесение сыворотки и мягкий массаж головы помогут усилить кровоток, разбудят спящие волосяные фолликулы, остановят выпадение волос. Эта процедура не слишком сложная и вполне доступна для проведения в домашних условиях. Насыщайте ваши волосы энергией, дарите им силу во время каждого сеанса, чувствуйте себя здоровой и привлекательной каждый день. Старт продаж этой новинки ожидается уже в октябре этого года. Следите за анонсами на каналах компании. Красота, страшная сила и мощный двигатель всего живого. А мы движемся дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова